Продолжение следует... С момента катастрофы Боинга прошел уже 21 день. Комиссии по расследованию продолжают свою работу. Тем временем, малазийская газета «Ньюстрейс Таймс» опубликовала очередную версию крушения лайнера. Ссылаясь на экспертов, газета пишет, что пассажирский самолет предположительно был сбит Су-25. Источники издания утверждают, что штурмовик выпустил по лайнеру ракету «Воздух-воздух», после чего пилот Су-25 открыл огонь по Боингу уже из пушки. Военные специалисты отмечают, что на фотографиях обломков самолета есть повреждения различных типов. Фюзеляж испечрен как отверстиями рваного характера, скорее всего, от осколков разорвавшейся ракеты, так и круглыми отверстиями, похожими на следы выстрелов из авиационной пушки. Эксперты сравнивают боеголовки ракет, которые используются на установках «Бук-М1» и боеголовки ракет «Р-60» класса «Воздух-воздух». По их мнению, малазийский лайнер сбила именно ракета «Воздух-воздух». К такому выводу приходят, изучив характер повреждений на обломках обшивки. Они хорошо видны на фотоснимках. Многочисленные круглые отверстия небольшого диаметра. О том, что незадолго до катастрофы малазийский лайнер сопровождал штурмовик украинских ВВС, впервые было объявлено на брифинге Минобороны России. Это данные средств объективного контроля. Материалы были переданы международным экспертам. Су-25-й может поражать цели как наземные, так и воздушные. Из вооружения у него ракеты как класса «Воздух-Земля», так и «Воздух-воздух» и двуствольная автоматическая пушка. Еще две недели назад представители ОБСЕ, изучившие обломки лайнера на месте трагедии, сделали первые предположения, из чего стреляли по лайнеру. Пожалуй, даже дилетанту очевидно, что отверстия были почти как те, что остаются после попадания из пулемета. Если дальше размышлять в этом духе, то таких повреждений на металле мы не видели где-либо еще. Очевидно говоря, о пулемете, а их нет на современных самолетах, представитель ОБСЕ наверняка имел в виду автоматическую пушку Су-25-го. Предполагая же, что «Боинг» вначале был поражен ракетой «Воздух-Воздух», в статье ссылаясь на данные американских коллег, которые занимаются расследованием крушения, «Малайзийская газета» также отмечает, что разведка США, вероятно, в курсе дела. Разведка США уже пришла к выводу, что малайзийский лайнер был сбит ракетой «Воздух-Воздух», а украинскому правительству нужно было что-то с этим сделать. А что можно сделать? Стоять на своем, обвинив во всем ополченцев. Версию о том, что «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который якобы был у ополчения, киевские власти озвучили буквально в первые часы после авиакатастрофы. Еще тогда эксперты отмечали. Выводы Киев сделал подозрительно быстро, словно что-то знал. Вашингтон также настаивает на причастности ополченцев. Что за доказательства, рассказал глава разведывательного управления Минобороны США Майкл Флинн. Как передает газета Wall Street Journal, генерал заявил, решающую роль в расследовании причин крушения малайзийского «Боинга» сыграли сообщения в социальных сетях. Никаких объективных данных, к примеру, снимков со спутников, обнародовано так и не было. Выяснение обстоятельств крушения «Боинга» идет очень тяжело. Хотя 50% поисковых работ уже проделано, и для расследования на месте крушения понадобится еще три недели, как минимум. Пролить свет на причину катастрофы могло быть детальное изучение места аварии, поиск возможных частей от ракеты. Но это, видимо, нужно не всем. Так, в самом начале Петр Порошенко объявил о прекращении боевых действий в зоне падения лайнера, но фактически сразу украинская армия активизировалась в этом районе. То, что Украина сегодня проводит масштабные операции в зоне, где упал малазийский «Боинг», говорит о том, что Украина не заинтересована в допуске международных наблюдателей и инспекторов на место крушения. И очевидно, что задача, которую сегодня решает украинская армия, это взять под контроль место катастрофы и уничтожить материальные свидетельства того, что к данному преступлению были причастны украинские военные. За последнее время эксперты несколько раз отменяли выезд в зону поиска из-за вероятности попасть под обстрел. Сегодня поисковая миссия в районе крушения лайнера была вынуждена свернуть свою работу. Слишком опасно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok